Уважаемые студенты, разрешите представить вам материалы к массовому открытому онлайн-курсу по дисциплине строительные материалы для образовательных программ строительства, производства строительных изделий, конструкции, транспортное строительство, архитектуры. МОК разработан на архитектурно-строительном факультете на кафедре строительных материалов и технологий. Авторы – доцент-кандидат технических наук Рахимова Галия Мухамедиевна, доцент-кандидат технических наук Серова Роза Фаековна, ассистент-магистр технических наук Рахимова Жанарбой Булсыновна. Мы хотим представить вам краткий курс введения вводной части для дисциплины «Строительные материалы». Во время прохождения изучения данной дисциплины вы можете ознакомиться со следующими разделами, которые включены в учебно-методический комплекс дисциплины. На данный момент будет рассматриваться тема «Введение. Значение строительных материалов строительной практики. Основные свойства строительных материалов». План лекции. Введение «Архитектура Казахстана». Классификация строительных материалов. Свойства строительных материалов. Физические свойства. Гидрофизические свойства. Теплофизические свойства. Механические свойства. Технологические свойства. Эти разделы будут рассмотрены при изучении всего раздела по данной дисциплине. Цель лекции – ознакомление студентов с классификацией строительных материалов, обзор архитектуры строительных материалов. Итак, приступим. Курс строительных материалов в учебном плане подготовки бакалавров является базисным для специальных дисциплин, архитектуры, технологий строительного производства, железобетонных конструкций, конструкций из дерева и пластмассы, экономики, организации строительства и другого. Строительство – одна из самых материалоемких отраслей народного хозяйства, при этом номенклатура строительных материалов очень велика и постоянно пополняется новыми материалами, поэтому немалое значение при производстве материалов имеет их качество. Чтобы правильно выбрать материал, спроектировать и построить сооружение, надо хорошо знать свойства применяемых материалов. В строительстве применяют много материала с различными свойствами, однако существуют основные свойства, важные для всех строительных материалов. Об этом и другом вы сможете узнать, изучив весь раздел по строительным материалам. Во все времена архитектура, эпохи архитектура не развивалась изолированно. Она была и остается результатом экономического, политического, интеллектуального развития общества. Естественно, входит в ткань материальное, художественное, духовное, культура нации. Взаимосвязь строительных материалов и архитектурно-художественного образа зданий и сооружений – одна из важнейших проблем развития зодчества. Заставляя основу конструкции зданий и сооружений, строительные материалы имеют значение элемент архитектурного произведения, особенно когда они применяют в соответствии с конкретными функциональными эстетическими задачами. Казахстан имеет богатую палитру природных и искусственных строительных материалов. В республике развивается индустрия по добыче и производству высококачественных архитектурных материалов. Расширяется производство местных строительных материалов, осуществляется реконструкция технического перевооружения действующих предприятий. Запускаются новые производства композиционных материалов и изделий на основе промышленных отходов с применением энергоэкономных технологий. Повышаются требования к экологичности как технологии производства, так и конечной продукции. Что по качеству приводит их в соответствии с мировыми стандартами. При изучении данного раздела вы также можете ознакомиться с классификацией строительных материалов. Узнать как они подразделяются, как материалы подразделяются по назначению, как классифицируются строительные материалы по назначению. Основные свойства строительных материалов. Химические, физические, механические, технологические и так далее. К данному разделу подготовлены контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов. Это химический состав строительных материалов, понятие кристаллических и аморфных тела. Список литературы, рекомендуемый для этого раздела, представлен на слайде. Желаем удачи при изучении данной дисциплины.